всем здорово алиса звук на максимум алиса включи навык занимательной истории и вот пришло время занимательных историй поехали давай моя мама при себе какой жирный назови любое число чем больше тем лучше 228 теперь любой предмет мужского рода хуй пенис и последнее снова какой большой и так гороскоп для стрельцов скоро вы захотите срочно избавиться от вредных привычек потому что у одного вашего знакомого кожа вдруг приобретет большой цель на голова станет похожа на жирные меньше чем больше чем стрельцы прирожденные гипнотизеры если моя мама будет давить на вас вы сможете внушить оппонент потому что иначе у него тоже может появиться большой жирный меньше чем сенсор вот на 2 до 2 когда кстати однажды ваше сбережение достигнут 228 это не предел правильно выбирайте цели и все будет здорово нормально весело получилось сочиним еще давай приступим поздравление с 23 февраля как называется обувь которую носит твой друг пенис какие длинные что носят на голове настоящие мужики башни близнецы и напоследок назови какие-нибудь овощи чат мужики поздравляю с 23 февраля желаю пенис денег башни близнецы с удачей а дорога жизни пусть обходит изгибами горе и разочарование длинные девушки пускай висят на шее как чат и всегда чат на шее висит да давай реально все правда были все верно натуре блин приступим поздравление с 8 марта давай сперва скажи какие сладости тебе нравится какашки а какие сладости предпочитает твоя подруга пенисы как думаешь как называется крем из взбитых яичных белков и сахара брал старс и последнее чем поливают мороженое чтобы оно стало еще вкуснее спермой алиса спермой спермы вот какое поздравление получилось все женщины в мире это один большой торт в котором есть какашки пенисы брал старс спермы на разный вкус и цвет кто-то любит пенисы но ненавидит какашки но обожает брал старс на этом торте и тебя любят все по-моему любая девушка будет довольно фадовая сто процентов давай давай тогда приступим текст от подписчика про кота бориса и шоколад о для начала назови свой любимый цвет черный теперь скажи какое по-твоему самое быстрое животное теперь назови какое-нибудь пушистое животное алиса виктория анатольевна и напоследок назови какую-нибудь большую планету жечка внимание вот что получилось как-то расход борис увидел черный прямоугольник любопытный код подошел ближе и оказалось что это шоколадка в заманчивый шуршащий обертки котейка раскрыл ее и поскакал как николай хвост его распушился так будто борис виктория анатольевна глаза его были большие как жечка что ему попалась не просто шоколадка а шоколадка с валерьянкой у тебя забавно получилось ну такой еще что-нибудь сочиним давай тогда приступим почему они прогуляли эта история состоит из трех частей давай пойдем с первой сначала назови имя своего друга джордж фишер теперь скажи номер своей школы 228 и последний как зовут твою одноклассницу шкура это кошмар какой-то директор школы номер восемь вошел в кабинет держа в руках стопку листов этот класс уже в конец распоясался они вчера физику прогуляли а сегодня принесли мне это директор помахал листами перед заместителем это объяснительные спросил тот именно ответил директор поправляя свой парик давайте я вам зачитаю парочку о например я ученик школы номер восемь шкура не пошел на урок физики потому что жираф джордж фишер засунул и же инакентия в унитаз вас ничего не смущает в этой объяснительной мда не думал что жираф виталий сможет так поступить они же с инакентием друзья с детства воскликнул заместитель до причем алиса давай другую тогда приступим назови имя мальчика одноклассника например дрейк какой слабый и еще один вопрос что ты никогда не сможешь сделать трахнуть осла а вот это гляньте я ученик школы номер восемь дрейк не пошел на слабый урок физики так как помогал своей однокласснице которую зовут шкура доставать ижай на кенте из туалета одна она не справлялась инакентий плотно застрял так что даже не мог трахнуть осла настоящая дружба что может быть прекрасней прослезился заместитель то ли от умиления то ли от смеха давай сочиним что было дальше давай приступим напомни пожалуйста свое имя алиса читбанат что делал алиса давай заново и наконец какого цвета черного погодите вот продолжение нашего зоопарка я ученик школы номер восемь чабанов не пошел на урок физики потому что сочинял занимательные истории про то как шкуры дрейк вытаскивали бедного ежа иннокентия из черного унитаза а коварный жираф джордж фишер тихо смеялся в сторонке и алиса давай заново ахахахаха ахахехи еще что нибудь да приступим про короля пиратов у этой истории состоит из двух частей давай для начала скажи как называется город в котором жилья твоя подруга Алиса Москва Какой цвет? Черный Какого? Большого Какой? Трахать зверей Последний вопрос, какими? Алиса Плотными Слушай первую часть В городе Москва жил мальчик, который мечтал стать королем пиратов И однажды в таверну пришел один господин и сказал, что хочет нанять на свой черный корабль команду, чтобы отправиться на поиски сокровищ Мальчику удалось получить должность большого юнги И вот они отправились в плавание и приплыли на трахать зверей остров Капитан достал карту и вся команда, вооружившись плотными лопатами, отправилась на берег Но они не знали, что на этом острове живет трахать зверей черный великан Увидев гостей, он очень рассердился Капитан корабля испугался и отдал ему мальчика, а сам со своими пиратами отправился искать клад Хочешь узнать, что было дальше? Нет Ну давай, будет весело Но если хочешь выйти, так и скажи Продолжим? Да Тогда приступим Какую кашу ты не любишь? Сраную Какая? Сопливая Какую? Алиса Ебучую Последний вопрос, какими? Тупыми Слушай, чтобы дальше трахать зверей, черный великан схватил мальчика и утащил его в сраную пещеру Ночью мальчик прокрался мимо спящего великана, сел на черный корабль и уплыл далеко-далеко Вскоре он сам нашел себе меньше, чем сенсат, больше, чем команду Стал их капитаном и всю жизнь плавал тупыми морями и плотными океанами на своем корабле Который он назвал Сопливая Мэри Очень занимательная история Хочешь еще что-нибудь учить? Давай еще одну Отлично Текст от подписчика Опоздательная в больницу Нет, не хочу Нет, нет, Алиса, хватит Отлично Будет скучно, обращайтесь Алиса, давай поиграем в занимательные истории Запускаю навык занимательные истории Чтобы выйти, скажите, хватит Пришла пара умопомрачительных повествований Давай Сочиним что-нибудь? Да Начинаем Текст от подписчика под названием «Вот эта елка» О Сперва напомни, как твое имя? Алиса Сын твари немощной 13 Алиса Сын твари немощной 13 Теперь скажи имя своей подруги Паскуда А теперь имя своего друга Абоссаш Назови пару новогодних фруктов Какашки Какашки Пеписьки Сосиски А какой овощ ты знаешь? Филин Назови какой-нибудь тупой предмет Биг-пиг Итак, однажды сын твари немощной 13 Не переживайте Говорит сын твари немощной 13 У меня есть пила Начало хорошее Хочешь узнать, что было дальше? Да Приступим Какая у тебя любимая игрушка? Пенис Назови любое животное мужского рода Вянзок Вот что было дальше Сын твари немощной 13 Достает свою пилу Но оказалось, что это пенис Давайте руками вытаскивать елку Приглажил Абоссаш Давайте Сказали все И стали ее вытаскивать Вскоре они вытащили зеленую красавицу Но вдруг из-под земли Высунулся вязок И как крикнет человеческим голосом Вы че мою елку вытащили? А ну верните обратно Пришлось возвращать ее Вензок даже там бомжевал Давайте лучше искусственную дома поставим Сказала Абоссаш С ней не будет таких сюрпризов Да и природе так лучше На том и порешили Вот такая история Хорошая Сочиним еще что-нибудь? Нет Хватит Нет Нет